Девушки отдыхают 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 Восемь коллективов поделены на две группы по четыре команды. Как ожидалось, команды NIP и VeryGames посеяны в разные группы. Это означает, что один из самых интересных матчей мы увидим лишь в плей-офф стадии. То есть остальные матчи смотреть не нужно. Но это я шучу. Этот турнир станет очень интересным для зрителей, и могу вас заверить, что даже фанаты CS 1.6 будут смотреть за CS GO. В первую очередь из-за своего любопытства. Всем же хочется увидеть, сколько будет зрителей на стримах этой игры. Чтобы получить возможность поговорить в комментариях о происходящем. Как вы поняли, то фавориты турнира французы VeryGames и шведы NIP. А вот кто составит им конкуренцию, это поистине является загадкой, так как команды впервые будут показывать свои наработки в игре, похожей на Left 4 Dead. Еще раз напоминаем, что DreamHack Valencia 2012 пройдет с 21 по 23 сентября. Призовой фонд составит 5000 евро, а также квота на DreamHack Winter 2012. Турнир Лига Городов только начинает набирать свои обороты, однако интересные поединки предстали перед зрителями уже вчера. Центральный матч тура – Киев против Львова, перспективные молодые ребята против опытных игроков по интернету. Матч выдался, что говорится, на славу. Предматчевые прогнозы склоняли чашу весов в сторону столичных стрелков, ведь за их плечами первое место на региональных квалификациях к турниру. А также ряд других призовых мест. Однако, как оказалось, львовяне парни не из робкого десятка. Борьба завязалась сразу же на первой карте. Согласно послематчевым комментариям, западные игроки начали с плохой ноты, проиграли два пистолетных раунда, а также два оружейных раунда, что в действительности является весьма большим преимуществом для соперника. Однако, невзирая на это все, сумели вытянуть игру в свою пользу. Счет стал 1-0 по картам в пользу Львова. На второй карте инициативу в свои руки взяли столичные игроки. Возможно, причиной тому послужил тот факт, что данную карту львовяне играли своим составом лишь пятый раз. Оттого и слаженность коллектива была не идеальна. Как результат, победа на второй карте за Киевом. Итоговый счет – боевая ничья, что подтверждает слова о равенстве этих двух коллективов. Следующий матч Лигы Городов уже сегодня, и у вас есть шанс понаблюдать за игровой команд на вечерней трансляции. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова